Наши сверхточечные дроны совершили почти 3000 точечных ударов в прошлом году, и мы этим очень гордимся. Такие удары позволяют разделить плохих парней и хороших. Это огромный плюс. Но сейчас у нас есть кое-что поинтереснее. Быть может, у вашего ребенка есть нечто подобное? Не совсем. Вы думаете, он пилотируется? Нет. Все это искусственный интеллект. Он летает сам по себе. Его процессор может реагировать в сотни раз быстрее, чем человек. Резкие движения используются для защиты от снайперов. Как и у любого мобильного устройства в наши дни, у него есть камера и сенсоры. И как любой телефон или мобильное приложение, он распознает лица. Внутри него 3 грамма взрывчатого вещества. Вот как это работает. Вы видели это? Этого маленького взрыва достаточно, чтобы пробить череп и разрушить внутренности. Обычно говорят, что люди убивают людей, а не оружие. В данном случае это не так. Они считывают эмоции, не подаются приказам и целятся четко в цель. Давайте посмотрим, как оружие выбирает решение. Поверьте мне, они все были плохими парнями. А это воздушный удар с хирургической точностью. И это только один продукт из линейки. Натренировав их как команду, они могут проникать в здания, машины, поезда, уклоняться от людей и пуль. Их невозможно будет остановить. Я рассказал вам про грандиозные вещи, потому что мы думаем грандиозно. Смотрите. А вот заказ на 25 миллионов долларов. Этого хватит, чтобы убить половину города. Плохую половину. Ядерное оружие устарело. Уничтожьте своего врага практически без риска. Просто задайте его параметры, выпустите рой и отдыхайте. Это все доступно уже сегодня. У нас есть дистрибьюторская сеть. Мы принимаем заказы от армии, правоохранительных органов и специализированных клиентов. Наций все еще оправляется от вчерашнего инцидента, который официальные лица описывают как атаку автономными роботами, в результате чего были убиты 11 сенаторов в здании Капитолия. Летели отовсюду, но атаковали только одну часть прохода. Это был хаос, все люди кричали. Вверху кадра вы можете увидеть разбитые окна, через которые они влетели. Что вы сделали для потерпевшего? Эти штуки не интересовались мной, а просто жужжали вокруг. Правительстве признали, что у них нет иди, кто совершил эту атаку. Организовало ли ее государство, группа людей или же один человек? Если мы не можем защитить самих себя, то мы должны нанести ответный удар. Мы много инвестируем в оборонные технологии. Нам необходимо оружие и сдерживание как ядерное оружие. Мы должны потратить на это миллионы, миллиарды. Защита ключевых объектов, Белого дома, Нью-Йоркской торговой биржи, Уолл-стрита. Защищены ли люди в своих домах? Мы бы хотели, чтобы каждый был защищен в этой стране, но это не так. Оли, дорогой, привет. Как сегодняшний Единбург? Как твоя учеба в целом? Слушай, а по видеосвязи мы созвонимся сегодня? Я не могу, я сейчас не один. Ой, ну ладно, Оливер, включи ее. Ой, ну брось. Слушай, я вижу фотографии с какими-то людьми и под ними много лайков. Ой, ну и что такого? Там же нет ничего запрещенного. Слушай, а что это за видео здесь? Я не буду нажимать на эту ссылку. Но вот таким образом права человека и притесняются. Дорогой, дорогой, слушай, а ты что, полез в политику? Здесь довольно-таки безопасно. Полиция не говорит, чем вызван сигнал экстренного оповещения. Послабление оружейного законодательства было бы полезно против нападения роботов-убийц. Пожалуйста, избегайте столпотворений. Когда вы внутри помещения, завесьте все окна жалюзями. Для защиты своей семьи оставайтесь дома. Оливер, ты слышишь меня? Оливер, слышишь? Оливер. Власти изо всех сил пытаются понять атаку на юристические кампусы по всему миру, где целями были не все студенты, а только некоторые из них. По всей видимости, мотивом были соцсети и видео, выложенными пострадавшими, в которых разоблачалась коррупция. Занимает тот факт, что как много мы тратим на оружие и безопасность, а сейчас, получается, мы не можем бросить вызов даже маленькой кучке маргиналов. Кто же мог все это осуществить? Кто угодно. Обычное оружие попадает туда, куда вы его направляете. Умное оружие использует информацию. Когда вы можете найти врага, используя даже такие данные, как хэштег, вы можете насаживать любую идеологию. Все, что вам придет в голову. Этот фильм является нечто большим, чем просто постановочные кадры. Он показывает результаты интеграции и использования уже имеющейся технологии. Я Стюарт Рассел. Являюсь профессором компьютерных наук в университете Беркли. Я работаю над искусственным интеллектом уже более 35 лет. Его потенциал для пользы человека огромен. Но позволить машинам делать выбор об убийстве человека будет разрушительным для нашей безопасности и свободы. Тысячи моих научных сотрудников согласны с тем, что мы имеем возможность предотвратить будущее, которое вы только что увидели. Но окно возможностей может закрыться раньше, чем мы на это рассчитываем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok